вышла с работы думаю надо заехать хлеба купить думаю гляну сколько там у меня денег на счету посмотрела 3 кроны 3 но главное что не в минус ушло 3 есть 50 крон поедем купим хлебушка а там глядишь и зарплату дождемся сегодня у нас какой 10 потому что хранить 50 крон и дома испечь хлеб быть или не быть и вот в чем вопрос сказал когда-то гамблит ладно еще еще не получила будет супер распаковка у меня уже две посылки сейчас еще вот эти две посылки ух как разойдемся посылки за посылкой душу купить хлеба или сделать хлеба мука у меня есть мука у меня есть овсянка есть ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля линфрё есть это льняное сине есть орехи должно ходить сэкономим 50 кром а завтра возьму с собой бутылки и будем вставать бутылки куда ж норвегия без бутылок я вообще знаете поражаюсь какое счастье шо ж ты родной мне в задницу не встал как раз меня под этот самое интимное место подперли вот так как говорится будем будем экономить и делать хлебушек а так я про бутылки думаю шоу вот когда-то старое доброе советское время тоже принимали бутылки стеклянные там всякие из-под я просто еще не подключила это я просто думала что самое но она не работает еще то шо ж это такое мама дорогая не выехать не въехать не выехать они побьются нафиг так один сюда поехал и туда поехал ощущение что у нас тут этот какая-то карусель куча машин откуда кто взялся позже никого не было никого не вот так я про бутылки вот в старые добрые времена тоже банки сдавали бутылки сдавали стеклянные вот и здесь когда приехала сюда в норвегию ну даже какая классная штука можно насобирать пустых бутылок ну допустим там купили себе какой-нибудь лимонаде куда люби васика еще чуть такое вот а то значит бутылочка сейчас обычная бутылка нащупаю и тем самым ну это стекло стеклянные эти самые они сдаются как в то же сырье это же классная штука здесь бутылка я ж не могу яблоко нашло яблоко нашло боже мой с голодухи не камеру так вот напиток а значит это у меня есть чай ледяной он действительно уже ледяной потому что простоял всю ночь замерз нафиг практически замерз яблоко холодное так в общем и кроны вот эти кто живет в норвегии вы знаете что вот эти бутылки выкидывать не надо их можно пособирать и пойти в магазин сдать вот раньше вот такая бутылочка стоила одна крона потом была у нас в обгоняю уже обгоняю дашь ты штрафы тибеток тибеток впервые всех первых притормаживаю чё ты притормаживаешь ох родина моя так я бутылка вот раньше стоила такая бутылка одну крон сейчас стоит 2 большая бутылка полутора литровая стоит представляете 10 бутылок по 3 кроны это 30 это почти 3 евро представляете я помню в старые добрые времена когда у нас еще то это то этой модной болезни до этой модной болезни у нас проходило очень много всяких фестивалей народ пил пивасик прям не то что литрами даже не знаю сотнями литрами сотнями литрами когда еще все можно было пить берешь этот емкость металлическую и пьешь и вот тогда можно было так сказать народ брал с собой много напитков и пил их в огромном количестве на всех этих фестивалях и тогда были некоторые партизанские отряды назовем так которые кстати там мед продавали которые вот приходили на это покупали деньги на на фестиваль и брали с собой и брали с собой огромное количество пустых пластиковых мешков и вот они проходили вот в течение когда шел этот фестиваль они проходили собирали народ же пьяный господи бутылку выпил и выкинул выпил и выкинул и народ значит вот этот партизанский отряд так тихонечко шесть бутылочку 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 баночку 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 и они я помню у меня как-то муж рассказывал что у него был какой-то то ли дружбан а у того дружбан был или у мужа был дружбан не помню и он говорит что они вывозили огромное количество вот этих банок бутылок после этих фестивалей тогда это было но если в целом он мне когда-то сказал что они набирали практически прицеп вот этих бутылок банок вот там было несколько этих партизанских отрядов и они набирали настолько много что он мне когда-то сказал что они набрали на двадцать пять тысяч крон двадцать пять тысяч крон и это две с половиной тысячи евро ну это я сейчас где-то приблизительно один в десяти говорю а раньше евро стоил меньше десятки десяти крон там по моему восемь чем-то был доллар евро был где-то около девяти чуть больше девяти ну где-то так они там туда-сюда мотылялись эти курсы валютное но в целом это было меньше десяти крон представляете больше двух с половиной тысяч евро только на пустых бутылка на пустых бутылка на одном фестивале на дно это просто вот феноменально просто вот поэтому в целом в целом мы тоже собираем но мы как-то у меня муж он насобирает там какой-то пакетик там ну то есть едет с работы возьмет себе какую-нибудь кока-колку и это самое там еще что-то там еще чуть ли мы в машине лежит бутылочка 2 лежит бутылочка 3 там у нас собирает там 5-6 бутылочек сдаст но у него есть этот самый мания он хочет выиграть через красный крест сейчас объясню значит когда я у меня есть это это самое вот я я вот тут вот вставлю эту ссылочку на этот видео как я там бутылки сдавала для выживания а у него значит вот когда сдаешь эти бутылки есть вот эти специальные автоматы там есть ты можешь взять эти деньги себе ну вы посмотрите ролик можно сделать такой финт ушами что можно нажать на красную кнопочку и эти деньги которые вот ты должен был получить например 20 крон до 10 бутылок по 3 крон ты нажимаешь на красный крест кнопочку специально и получается так что ты вот в этот момент можешь все проиграть ну то есть и деньги пойдут в красный крест можешь вот когда-то нажал на эту кнопочку идет своеобразная лотерея и теперь могут прям сразу сказать что ура ты выиграл 50 крон ну то есть дал на 20 выиграл 50 или там как-то так или 50 сдал и 50 выиграл такого типа вот мой муж в общем-то делает как бы вроде как и положительное дело такое ну в основном как говорится деньги уходят в красный крест без без безвозмездно как говорила сова в свое свое время в каком-то мультике про линни-пухову безвозмездно вот так о чем это я а о деньгах вот и вот эти тенишки которые вот бутылки ладно и в общем вот эти тенишки вот мы собираем мы собираем там бутылочка к бутылочке я то пью то особенно как на работу с работы на работу с работы выходишь как тот этот самый верблюд хочется пить и и глушишь ты эту воду еще что под руку у меня всегда бутылка воды или две или три и чай и что-то такое и чтоб держаться на ногах так далее и тому подобное и поэтому у нас бутылок много и вот так вот не собираешь не собираешь не собираешь не собираешь не собираешь этих бутылок там несколько больших таких пакетов и когда наступают черные времена вот как сейчас три кроны на счету то можно завтра будет взять с собой нет сегодня возьмем с собой закину в машину а завтра сдадим и дотянем до зарплатки я по сути дела мне сейчас можно даже ничего не это самое я могу с этими тремя кронами прожить энное количество дней без проблем потому что морозилки у меня заполнены я за голодухи не помру хлеб я сама пеку вот хочется правда иногда чего-нибудь вкусненького а утром всегда спешишь на работу и как-то не надо с вечера приготовить какой-нибудь тормозок чтобы завтра ничего не покупать хотя у меня на работе есть овсянка можно овсянки сделать но как-то мы посмотрим может какую-нибудь сегодня хлебушку спеку и не надо будет овсянку есть хотя овсянка конечно это прям вот такая палочка-выручалочка прям не нарадуюсь так что вот такие новости рассказала про то что у меня три крона на счету рассказала что завтра буду сдавать бутылки рассказала что сегодня буду печь хлеб я молодец и я вообще конечно плюшкин вот так вот положа руку на сердце я плюшки я муж это самое бухтитами а вот и опять там это самое нам ничего не невозможно положить этого морозилку а ты вот это может только что опустошали а ты опять все это наперло ну не знаю вот у меня какой-то этот плюшкинский этот синдром синдром плюшкина не знаю то ли потому что когда с деткой было 30 рублей советское время ступень где было но правда последний уже год я получала 36 я была такая активистка была этим как же я называю старостой голову старостой голову старостой голову мне даже премию дали мне как-то они что-то долбали долбали как вы мне надоели я взяла журнал же нельзя вывозить с собой сейчас открыла страшную роль в общем журнал нельзя было вывозить с собой то есть забирать из этого самого из техникума и я значит заныкала его заныкала поехала домой мозги мне прям вот и я выписала все оценки все 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 что-то у меня то ли выходные были то ли каникулы то ли еще что-то такое и я значит уехала домой все это выписала и уже там спустя какое-то время привезла значит обратно этот журнал а там все заполнено и с одной стороны и с другой стороны и вот таким макаром и сяким макаром и эдаким думаю вы меня достали степендию представляете степендию не не повысили премию дали 15 рублей я прямо обалдела думаю если б я сдала раньше у нас тут камни посыпались обалдеть вот представляете 15 рублей тогда степендия была на месяц тридцатку тридцатка была тридцать рублей пару рублей в день а если тридцать один день уже не хватало хе-хе да прикольное было время а вот такие вот дела ну вот пока сказки рассказывала доехала домой хотела послушать книжку да как говорится и тут остапа не съел сейчас накормим моих маленьких пушистых пупсиков не знаю ну что он может у него сейчас же у нас эти школьные каникулы в скуле ферри и поэтому ему сказали ты должен взять отпуск потому что в другое время тебе отпуск дать никто не может ну да в моем саду вот а завтра нам привезут дрова ну да сидим с мужем первый раз зажгли ждем пока вифта вот этот пропеллер заработает наслаждаемся кстати вон вороны которые я покупала обожаю этих товарищей 10 октября первый раз зажгли печку вот вот а еще и сегодня испекла хлебушек вот он такой вот вот рецепт на глаз сделала не могла найти этот самый весы и поэтому так надеюсь пропустит еще горячий но уже не обжигает но вот такая вот красотень у меня получилась добавила сюда льняное семя семечки обычные подсолнечные немножко овсяных хлопьев а как это называют грецкий орех чуть-чуть соль чуть-чуть перчик вот и мука спельта но спельта не финт не такая мелкого помола более крупного с турбями или еще как оно там называется не помню в общем вот такая вот красота все 10 октября закончилась почти всех люблю всем привет приятной ночи или с добрым утром пошла я спать а то у меня подъем в 3.40 так что обнимашечки вот и приятных приятного вам дня